Ваша сестра Ольга в Ростове оставалась в 90-е? Она была замужем, у нее уже было двое детей, и она жила в нашей ростовской квартире. Вы общались в тот период? Да, мы общались, а более того, она ко мне приезжала, потому что даже те крохи съемочные, которые появлялись, как раз снимали всех про манекенщиц. Я подалась тоже вот это модельное агентство и подалась к Звереву, потому что надо было что-то зарабатывать или по подиуму, или фото, или как-то там вот, как это, волосы. И она приезжала посидеть с моим ребенком, и она меня очень выручала, и мы так виделись. Мама ваша ушла, когда вам всего 11 лет было, и, насколько понимаю, бабушка поднимала вас, сестра, бабушка и мама в маму, то есть по материнской линии. Она застала ваш звездный период? Она, скажем, только начальный застала. Когда вы дали интервью, вот этот эпизод, который в книге описываете. Да, она, скажем так, кивнула, что, наверное, то, чем я занимаюсь, в целом, ну как-то нормально, достойно и интересно людям. И так это потеплело по отношению ко мне, да. А вы писали, что она разговаривала на Суржике? Да. А вы умеете на Суржике разговаривать? Ну, она чередовала, это Малороссия, Харьковская область, и она чередовала русские слова, немного измененные, с украинскими. То есть это не литературный украинский язык, там такой, очень много россиян там было просто всегда. И она говорила не свекла, а буряк, не спички, а есть такое слово украинское, сырныкы. Ну, потому что там серо, вероятно, слово серо. И вместо что она говорила? Шо. Я к чему это спрашиваю насчет Суржика? Я знаю, что очень многие ваши земляки, они, приезжая в Москву, работают над речью. Вам не довелось? То есть у вас в этом смысле не было вот этого, то, что называется, южного голора никогда? Как не быть? Был, конечно, я был чудовищный. И я рыдала в театральном училище, как-то пришла к своим друзьям, молодым артистам Ростовского драмтеатра и сказала, наверное, мне надо уйти с профессии. Они стали почему-то смеяться, говорят, ну, что случилось-то? Я говорю, ну, вот педагог по сцене речи, она до сих пор жива, спасибо ей большое. Зовут ее Галина Анатольевна Ким. Она мне сказала, Ирина, с твоим диалектом, либо в музычно-драматичный театр, либо вообще уходить из профессии. Она, вероятно, устала со мной биться, и она решила со мной так вот жестко поговорить. Да, очень жестко, да. Да, и я очень много работала. И, во-первых, я родилась в этой среде, это вот как рыба, да, вот она в озере, и она плавает и дышит этим, а потом раз ее в море, и говорят, давай. И я разговаривала, ну, я почти не говорила, но я делала ударение, как все южане, на каждый слог. Ма-ла-ко. И она говорила, что это у тебя за разляпанный, вульгарный звук? Собирайся. Ну, и училась редуцировать, говорить с одним ударением, сокращать вот эти вот... Вот сколько по времени эта работа над речью заняла у вас? Это год, два? Я думаю, что даже когда я закончила, это было еще, наверное, из десяти на семерочку. Приехав в Москву, я, во-первых, оказалась в другой среде, а потом, когда я оказалась на телевидении, я просто бесконечно слушала телевизионных ведущих, особенно новостейных. Потому что вот как раз наша педагог говорила, что эталон — это вот люди, которые на центральных каналах читают новости и так далее. Ну, там была школа, да, дикторская школа, конечно, была. Да. И я старалась. Одно время даже у меня были тетрадки, если это были тексты театральные какие-то и прочие, где все отметочки оставила ударение, и у меня был мячик, и я это ударение бросала в стену. Вас кто-то научилась мячиком? Да, она научила. Она научила. Действительно работает, физика работает. Или делала вид. Я говорила не молоко, а молоко. И вот это вот с движением руки. Ну, это техническая такая часть. Вы когда про телевидение упомянули, я по несложной ассоциации сразу вспомнил о вашем опыте работы интервьюером. Вам ведь, наверное, гораздо легче, чем, допустим, условно говоря, нам. Потому что к вам идут, вы же общаетесь с людьми своего, в общем-то, как бы веса социального. А к вам еще как идут. Так что я бы не стала тут делать акцентное. Вы сами приглашаете людей? Или у вас все-таки, как у нас, есть специально обученные продюсеры, которые работают? У нас есть продюсер. Утверждается общий список персон. Потом он проходит несколько степеней сита. И когда уже все утвердили, эти люди оказываются в этом списке. Дальше они приглашаются. Они либо приходят, либо говорят, что позже, либо не приходят. Два человека так и пока еще не дошли. Это Лолита Милявская и Константин Хабенский. Оба мне пообещали. Но была фраза, что, ну, наверное, не в эти полгода год. Уже прошло больше. Надеюсь, что это произойдет. У вас с Лерой Кудрявцевой интересно получилось, потому что так вы друг у друга фактически. Я чаще у нее бывала, конечно. Но с ней было очень легко. Ну, вообще с телевизионными ведущими просто. И с Андреем Малаховым тоже было легко. С Ксенией Анатольевной не совсем легко. Там у нас был и по времени, временной такой период, что она попросила, чтобы мы приехали в Барвиху и сняли там. А у нас там пошли технические накладки. Там очень глушится в Барвиха Лакшери Вилледжи все. И я не смогла работать с редактором. И мы боялись, что со звуком что-то будет не так, с пультом. И вообще очень незнакомое пространство. И Ксения Анатольевна приехала такая заряженная. Ее помощница шла такая вот просто, вероятно. Там был разговор за кадром. Но она так улыбнулась, села. Я думаю, ну, понятно. Наверное, этот опыт будет очень интересным для меня. Но в целом мы записали программу. И она получилась несколько даже более другой, чем я ожидала. Потому что в какой-то момент Ксения отошла от своего обычного, привычного всем вот этого имиджа. И мы просто-просто стали говорить об искусстве, и она переключилась. И мы очень много поговорили о таких вещах, о которых она обычно не говорила. А вы стали более снисходительны, ну, вот к моим коллегам, то есть к интервьюерам, когда вы по ту сторону баррикады побывали. Или вы не сделали вывод, что это какая-то сложная профессия? Это невероятно сложная профессия. И первые интервью мне дались очень непросто. Потому что я привыкла быть достаточно расслабленной, слушать вопрос, потом понимать, в каком ракурсе. Ну, так быстренько понимать. Я хочу его подать и говорить. Для меня это просто наработано годами. А когда вдруг человек или замыкается, или не идет куда-то, хотя провокационных вопросов изначально не было. То есть это не тот формат, который планируют, ну, как говорят журналисты, залезать другому под кожу. Это не тот формат. Очень разные настроения бывают у людей. Это не зависит ни от меня, ни от съемочной группы. Иногда не приносит это откуда-то. И нужно время, чтобы человек успокоился, пришел в себя. Потом существует тема утвержденных вопросов. И когда идет очень хорошо беседа, но время ограничено, редактор все время, как дятел в ухо, говорит, задайте этот вопрос, задайте этот вопрос. Я понимаю, что этот вопрос, конечно, бы задать, но когда сидит невероятная личность, говорит сама. И такие просто редчайшие вещи, вот как Михаил Шемякин сделали даже перерыв. Я вышла, редактор и продюсер говорят, Ирина, почему? Уже столько времени прошло, вы топчетесь на одном месте. Нужно уже вот задать было и вот эти вопросы, и вот эти, и вот эти. Я говорю, вы что, не слышите? Все, что он говорит сам, и просто я с ним общаюсь. И как бы развиваем мы эту тему. Это куда интереснее. А потом, это такая личность, и вы уверены, что он еще раз к нам придет? У вас будет много материала, который вам когда-то пригодится. Но они такие, ну все же, ну давайте. И вот ты сидишь, и у тебя в ухе, Ирина, задайте этот вопрос, задайте этот вопрос. А вопрос, ну может быть, проходной какой-то, в каком-то блоке, ну я не знаю, про детство или еще что-нибудь. Ну в общем, бывает. А вот как человек, который дает интервью много, вы никогда не ловили себя на мысли, что есть или вопрос, или группа вопросов, или тематика, про которую вам хотелось бы поговорить, а мои коллеги, журналисты, эту тему игнорируют. Есть такое? Я хочу сказать, каких тем я вообще не слышу в последнее время, и мне очень это странно. Так. А тем, связанных с развитием духа. Не только про тело, карьеру и какие-то ситуации в жизни, а про то, чем человек живет, о чем он мечтает, чем он дышит, что он считает нравственным или безнравственным, что он считает нормальным, а что он не считает нормальным, и почему. Ну в общем, более тонкие, философские, может быть, какие-то вещи. А вот разве вот эти моменты, они меняются от года в год, ну то, что нормально и ненормально? Ну меняются. Вот мы в какую-то дрейфуем сейчас безнравственность, вы считаете? Когда я говорю, мы, я имею в виду, там, не нас с вами, а в целом мировой социум. То есть вы считаете, есть какие-то такие прям тектонические сдвиги в этом плане, что надо об этом говорить? Я хочу сказать, что у меня есть такое ощущение, что все, что происходит в мире, это некий эксперимент. Так. Вот. Может быть спонтанное, а может быть и организованное. И в разных странах происходят разные, скажем так, тесты, в том числе на нормальность или на ненормальность. Мне нравится, когда человек может быть свободным, но мне не нравится, когда человека заставляют двигаться в том направлении, которое ему не близко. Потому что если уж есть свобода, есть свобода выборов. То почему, допустим, моя подруга, известная актриса, она приехала с семьей из-за границы, потому что, когда ее дочь могла сказать, что нормально, что есть папа, мама и вот такая семья, ей запрещали это говорить. Это просто нехороший анекдот какой-то. Нас это не ждет, Россия? Мне кажется, что, скорее всего, нет. И мне кажется, что в данной ситуации, в которой находится наша страна, есть ощущение, что она перестала встраиваться в фарватер. Может, я заблуждаюсь, и спустя какие-то годы мы поговорим, и я скажу, что я ошиблась. А почему? Это какая-то инерция каких-то традиций? Или мы вообще, в принципе, внешне выглядим как европейцы, а внутренне, может быть, мы ближе к востоку? Вот почему, если это не произойдет, то почему встраивание в эти вот новые какие-то схемы? Поскольку я родилась в советское время, и был железный занавес, то есть мы никуда не могли выезжать, и мало получали, в общем-то, информации дозированно, скажем так, о той же Америке и о Европе. Ну, то есть только то, что нам дозволено было узнать по телевидению, это же было крайне мало. Поэтому у нас не было даже знания об этом. Потом настал период, когда стало модно. Мы узнали, что есть другой мир, как мы прилетели на другую планету, а там жвачка, джинсы, и вообще они такие какие-то свободные, и много колбасы, вот из этой серии. И мы захотели все это, и мы потащили все это, и стали на себя все это надевать, и стали подражать, ну вот как дети. Мне кажется, что наше общество повзрослело. И сейчас, к примеру, сын моей подруги, она бизнесвумен и очень любит бренды, чтобы было понятно, что сумка от кого, это от кого, в общем, в этом все очень видно. Вот, а ее сын обменивается с друзьями, футболками, он говорит, ну мне купили, я примерила, она мне мешковата. И они фактически не покупают вещи, потому что есть ресурсы, где можно что-то отдать и что-то взять бесплатно. Да, есть такое, да. И он говорит, мама, зачем перепроизводство? Слушай, ну у тебя кроссовки. Он говорит, ну у меня две пары, ну эти износятся, и я возьму другие. Это хорошо, что молодняк такой растет. При этом старшее поколение, такие как Филипп Бедросович, показывает нам ангары с кроссовками, которые, мне кажется, некоторые из них подобные просто. Ну там, что-то там, до горизонта, это просто как супермаркет.